Уважаемые коллеги, друзья, я рад вас приветствовать На ежегодном, уже четвертом параде ретро-спецроза, посвященной 85-й годовщине образования структуру с автоинспекцией Так называемый утренний развод на плацу ГИБДД сегодня не совсем обычный Место привычных бело-синих автомобилей Шкода занимают желто-синие Волги, мотоциклы, ВАЗы, в общем, машины, которые сейчас по праву носят приставку ретро 1 июля на службу заступают именно они Эти парады, они очень имеют большое значение для жителей нашего города Вот люди посмотрят, как было раньше, но они знают, как сейчас, а как раньше, мало кто знает Вот мы, ветераны, именно покажем им нашу технику благодаря Волкову Сергею Владимировичу, который организует эту технику Вот ему большое спасибо за это И, значит, это будет полезно всем жителям города Такое необычное начало выпуска передачи «Жизнь и дорога» связано с профессиональным праздником, который 3 июля отмечают сотрудники госавтоинспекции В этот день традиционно проходит парад ретро-спецроты Становись, равняйся, смирно, приказы заступить на службу для охраны общественного порядка на территории города Рязани Вольно, по машинам Теперь за руль садятся ветераны службы МВД Кто-то специально приобретал парадный китель времен Советского Союза Ветераны же надели свои старые, служебные Как, например, Анатолий Зорин Из органов старший лейтенант уволился четверть века назад Теперь белую рубашку с погонами надевает только на ретро-пробеге Когда вновь выпадает шанс, как раньше, стать старшим инспектором Здравствуйте Здравствуйте Старший инспектор, старший лейтенант Зорин Все у вас в порядке Страховаться, может быть? Да У нас праздник 3-го числа Поздравляем вас с нашим праздником Желаю хорошей дороги Без аварий Такие автоинспекторы дежурят на двух постах ДПС Солочинском и Дягилевском Ветераны службы останавливают автомобили Поздравляют водителей с предстоящим праздником 87-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции в системе МВД России Здравствуйте Здравия желаю Старший инспектор, старший лейтенант Зорин Водитель Борьков, больший сотрудник полетил Двум ветеранам, кстати, было о чем поговорить и без праздника Например, привычная тема Как оно было в то время В наше время сотрудники уже Поменьше было, конечно И машин было мало Но работа, в принципе, одна и та же Очень дружный коллектив был Друг другу поддерживали Помогали Кому Поясняли, что непонятно В общем, дружный был Прямо позади Анатолия Старая добрая желто-синяя Волга Не исключено, что ветеран в свое время катался именно на такой А вдохнул новую жизнь в раритет потомок маршала СССР Матвея Захарова Игорь Корнеев Купил, говорит, на металлоломе в Кузьминках Стал восстанавливать, проявились полосы Так и узнал, что автомобиль служебный Поднял историю Узнал, что машина из Курска После ее передали в такси Потом частнику Владельцев, в общем, хватало На реставрацию Волги ушло 8 лет Зачем я это все делаю? Ну, сохранить историю Ну, то есть, молодежь современная не знает, что было Потому что если ты не знаешь свою историю, у тебя нет будущего После двух постов ДПС Этакая спецрота из прошлого Отправляются на улицу Каняева 8 июля 1977 года При исполнении служебных обязанностей Здесь был убит инспектор дорожного надзора Евгений Каняев После службы сержант решил проехать по улице Шоссейной Тогда она носила такое название Здесь, говорят, постоянно были нарушения Вот он едет и видит, движется мотоцикл К-175 Маленький мотоцикл На котором сидят два человека Один управляет, а второй пассажир сзади У обоих сзади рюкзаки Значит, один без шлема Он решил его остановить Он сходит с мотоцикла Остановился и подходит к водителю Просит предъявить удостоверение водительское А пассажир заходит сбоку И неожиданно для него Он не успел и пистолет свой вытащить Ничего Неожиданно буквально для него Производит выстрел Из самодельного пистолета Который у него был И попадает его прямо в висок И он на месте На месте падает Я на место этого происшествия Его выезжал в то время Я был как командир Я выезжал на месте, был Видел его там, этого, Коняева Значит, они с испугу, конечно Они испугались Они были нетрезвые Они с испугу испугались Удрали сразу на этом мотоцикле Они жили в Рыбновском районе У них там был дом Поймали убийц через три дня Оказалось, что они промышляли Грабежом магазинов в Московской области В сумках у них лежали фомки, отмычки В общем, соответствующий инструмент За свое преступление водитель получил 15 лет Лишение свободы Пассажир – тот, который стрелял В высшую меру наказания С улицы Коняева колонна движется По центральным улицам города Конечная точка – драмтеатр Самый молодой здесь Мотоцикл «Урал» и МЗ-8-103-10 Реставрировал его рязанец Владимир Хесенин Купил с доски объявлений Разобрал, говорит, до винтика После – собирал обратно Уже новый Сложно было найти фонари Оригинальные Маркировка ФГ-210 В хорошем состоянии, чтобы был хром Потом очень редкие крепления кронштейна Кронштейна, крепления громкоговорителя Потому что здесь трубки определенного сечения И тоже, даже если отдавать на завод Изготавливать, нужно образец Образца у меня, к сожалению, не было Нашел оригинальный тоже Поиск занял где-то примерно 2-3 месяца Потом непосредственно сама сирена, которая устанавливается на мотоцикле, механическая Вот, она приводится в привод от маховика непосредственно То есть, все навесное оборудование, ну, непросто было найти Но В итоге все сложилось Ветровик покупался на аукционе Тоже оригинальный СССР Есть шильды Даже сохранился чек 89-го года, но его, к сожалению, с собой нету Чтобы не повредился Владимир – реставратор молодой В деле всего 5 лет Тем не менее, этот мотоцикл уже пятый в его коллекции К выставке, кстати, Владимир готовился особо Помимо соответствующей антуражной формы На нем красуется значок того времени Буквы РЗ говорят о том, что прияжденный окрудный знак носил именно рязанский инспектор А это уже опытный реставратор Антон Скиба Он же привез в Рязань самый старый автомобиль ГАЗ-А 35-го года В свое время такие выпускали по лицензии Форда Они были практически у всех правоохранительных органов Нашли остов практически на помойке Антон Скиба восстанавливал авто вместе с братом Никитой А привил им это отец, ветеран ГИБДД Вместе и работали в гараже Он, допустим, на холодильнике менял, я помню Новый холодильник купил Прибегает там, раз Я, говорит, холодильник на фары поменял Мать за голову, тысячного, холодильник новый Нам самим нужно на старый Нет, все И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку Фары в итоге установили на другой авто Возможно, сейчас восстановленная семейная реликвия стоит в первом в СНГ музее ретро-техники Его, кстати, организовал отец Антона, Василий Скиба И часть восстановленной техники до сих пор там Со сцены, кстати, поют тоже реставраторы Эта пара привезла в Рязань ВАЗ-2101 Который в народе получил прозвище «Канарейка» Из-за своего окраса и соответствующего звука сирены Кстати, в ретро-пробег ее хозяйка Екатерина попала совершенно случайно Он как-то позвал меня с собой И говорит о том, что давай мы купим тебе корму советского образца И будем с тобой как капитан и старший лейтенант И мне это очень понравилось Ребята заразительные И я как бы разбавляю мужской коллектив Екатерина не единственная представительница слабого пола В паре с ней медсестра на стареньком ГАЗ-22Б 67-го года За рулем автомобиля скорой медицинской помощи из советской эпохи Алексей Белошевич Говорит, при восстановлении особенно пришлось помучиться с перегородками Потому что машину после службы переделали под обычный автомобиль Перегородку делали, сиденье восстанавливали Это очень кропотливый труд Потому что каждая деталь дает о себе знать Просто нужно все разобрать, все собрать по новой Абсолютно полностью автомобиль, как говорится, перебрать В авто, кстати, все аутентичное Что на кузове, что под капотом Что у нас здесь такого старого, добротного А все здесь, все кроме аккумулятора Градиатор, все, двигатель, он полностью старый, как был Ничего не переделали Единственное, сделали бесконтактное зажигание Ну, потому что все-таки оно понадежнее будет А так, в принципе, здесь все, как было В заводском состоянии, как оно выходило с завода Каждый автомобиль здесь – целая история Со своими легендами и сказаниями Часто во время реставрации единомышленники помогали друг другу Искали детали, менялись контактами Благодаря этому и получилась такая выставка Что даже ветераны службы подходят и гордо указывают пальцем Вот на такой я служил Это постоянно происходит Конечно, постоянно И, конечно, это одна из самых лучших медалей Для реставраторов, для тех, кто восстанавливает Когда ни одного нюанса Люди, которые пот кровь свою проливали На этих каких-то мотоциклах или машинах Они видят все то же самое, что и есть Но мы, реставраторы, естественно Стараемся сделать максимально приближенным к тому, что есть То, что не приближено и, соответственно, как-то отличается Называется реплика Здесь у нас реплик практически нет Ну, что очень приятно, что вот на примере таких выставок А точнее, ретро-пробегов Потому что все машины в действии И не просто техника в действии А еще и форма И плюс в этом году, чем отличительное То, что ветераны у нас добавились Очень активно При которых уже шаг влево, шаг вправо Не получится неверно сделать Ну и самое главное, конечно, могу сказать Что если бы не руководство УВД и ГИБДД нашего Рязанского Ничего бы это не было, развития не было С автомобиля ГАЗ-А модели 1935 года До современных автомобилей сопровождения Практически 90-летняя история Своеобразной нитью проходит через эту ретро-выставку И главным образом через жизненные истории людей Которые автомобилями этими управляли Например, Анатолий Зорин, отдавший службе десятки лет О своей службе говорит просто Обходиться с водителем более культурно, вежливо Примечательно, что точно так же О своей службе говорят два современных инспектора Напарники Илья Буров и Сергей Орлашин О своих подвигах они рассказывают нехотя Вот, мол, случай был С проблесковыми маячками доставили мальчика в ОДКБ И еще случай Доставили из области в местную больницу беременную женщину Случаев, говорят, хватает Главное с людьми себя вести по-человечески Общение Оставаться все равно человеком В любой ситуации оставаться человеком В любой ситуации, да Оставаться человеком Что бы не случилось Не важно, ты в погонах или без погон Главное общение с людьми И к такому образу мышления стремится и Владимир Есенин Молодой реставратор из Рязани Еще школьником он состоял в отряде юных инспекторов дорожного движения Теперь он военный А после окончания контракта рассчитывает пойти служить в ГИБДД И уже по праву отмечать этот праздник вместе со своими коллегами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова